спасибо огромное еще раз добро пожаловать мы начинаем наш круглый стол и хочу сказать что это первый круглый стол из серии которая будет делать клуб оккумены совместно с медиагруппой комсомольская плава правда посвященных устойчивому туризму мы говорим сегодня странах латинской америки и хотел бы начать с венесуэлы прекрасной страны которая известна своими горами природой водопадами фантастическими людьми господин посол если можно расскажите пожалуйста что делает вашу страну такой уникальный потрясающий привлекательный туризм и чем может привлечь российская федерация жителей венесуэлы мы выросли аппаратов добрый день мы благодарны за приглашение на этот клуб на эту площадку спасибо сергей рыбаков татьяна мошкова с сесла и для нас огромная честь представлять мою родину венесуэлу и находиться за этим круглым столом с моими коллегами из латинской америки мы можем многое предложить для российского туризма в венесуэле в последние годы мы развивали в качестве альтернативы нефтяной отрасли серьезное развитие туризма и двигатель туризма развивался по экспоненте 20 и 21 год как вы понимаете для мирового туризма было очень тяжелым из-за пандемии из-за пандемии и мы конечно ждем российских туристов которые уже приезжают в республику венесуэла это географическое положение нашей страны мы находимся к северу от экватора у нас стандартный климат это вечная весна на протяжении круглый год у нас короткие периоды дождей и засухи но в целом действительно наше географическое положение и весь экологический багаж венесуэле позволяет развивать экологический туризм привлекательной форме Сергей правильно сказал что наша родина ждет российских туристов и обеспечит им чтобы это не было каким-то туристическим гетто каком-то закрытым туркомплексом где есть только пляж спортивные площадки и чтобы они наслаждались только комфортабельным отелем у нас туристические пространства намного более открыты наши города совершенно безопасны туристы российские могут гулять по нашим улицам познакомиться с историческим наследованием наших городов и что касается экологического туризма вы можете увидеть крупнейшие водопады в мире это действительно впечатляющие картины вы можете быть непосредственно очевидцами таких красот и чудес природы и наше правительство развивает туристические маршруты специально для того чтобы 73% уже сейчас туристических маршрутов одобренных нашим министерством туризма это сельский туризм это экотуризм также вдали от городов и музеев но человек может насладиться нашей природой с 21 года после окончания пандемии начались чартерные рейсы российских и венесуэльских частных авиакомпаний для развития турпотока в нашу страну венесуэльская авиалиния комбьяса позволила более чем 30 тысяч российских туристов посетить нашу страну еще важнейшим аспектом развития туризма венесуэля для россиян состоит в том что в нашей стране могут быть конечно некие политические политические факторы но у нас нет абсолютно никакой русофобии то есть российские туристы мы принимаем с распростертыми объятиями с чувством братства дружбы и туристические туроператоры и наш персонал туристический ждут с воодушевлением российских туристов и каждый раз когда прибывает рейс российскими туристами на остров маргарита это особое событие поэтому мы очень надежное направление для российского туризма и это полюс развития который позволяет нам увеличивать занятость сферы туризма